Древняя индейская мудрость гласит, что человек живет до тех пор, пока не умер последний, помнящий его. Мой народ больше верит памяти, чем истории. Память, как огонь, лучезарная, неизменна. В то время, как история служит только тем, кто хочет ее контролировать, тем, кто тушит огонь памяти, чтобы погасить опасное пламя правды. Бойтесь этих людей, они сами опасные и глупые. Их в живой истории написано кровью тех, кто может помнить и тех, кто ищет правду. Всех приветствую, друзья. Сегодня мы в таком масонском центре Германии. Это Ляйпциг, в самом центре его. Сейчас я передам слово Маше. Она нам расскажет все по порядку, так как она все-таки тут живет 20 лет. И потихонечку она расскажет по порядку. Мы будем идти по кругу. Что это у нас спереди? Расскажи, пожалуйста, Маша. Ну, перед нами, мы сейчас находимся на Аугустос-плаце. Это одна из самых красивых и больших площадей Ляйпцига. Перед нами здание оперы. Опять-таки, мы здесь видим элементы масонской архитектуры. Это Тараповская пирамида, грифоны по углам и башня посередине. Слева мы видим башню Крофа. Опять-таки, с масонской символикой наверх. Полок и два якобы лаподрика. Дальше здесь у нас современное здание университета, которое построено на месте старинной церкви. И оно таки... Мы зайдем внутрь и покажем вам его изнутри еще. Там опять-таки есть пирамиды, которые видно как бы изнутри, но снаружи тоже. И там можно работать бесплатно на компьютерах. И есть столовая, которая доступна студентам и всем остальным. Это как на старинных зданиях, типа Мегатрона, да? Витражи. Мегатрон, да? Как его называют многие. Хорошо, а что у нас? Слева у нас дальше, это тоже очень интересно, опять-таки, масонское здание, которое называется или открытая книга, или, так сказать, зуб мудрости, на который мы поднимемся наверх и покажем вам сверху панораму города, с которым связана, опять-таки, интересная и типичная история, когда во времена как бы объединения, но на самом деле поглощения западной Германии, восточной Германии западной, то есть здание это раньше принадлежало университету. И ректор университета получил предложение от частной компании, чтобы его выкупить. И он, так сказать, еще думал на выходных делать, ему это не делать, так-то ладно, ну-ка, на выходных, так сказать, будет решение. И пока он думал, они уже все это дело обтягали. И таким образом университета это здание отобрали. Сейчас там разные отрасли, наверху кафе панорамное и много всего другого. Сейчас мы подходим к фонтану Мендер, который, ну, судя по городским мифам, они построили на деньги вдовы Мендер, которая была, значит, и сама довольно богатая, потому что ей предложили привезти. Он связал такое привезение, это открытый дом, но открытый дом в переводе на современный русский, это буквально-богой. Ну, и Стелла, и Гиппстэй, и, как бы, все волчонки на верхней, тоже. Он начинает нам о маселах, и прибыли, и сушкует, и диктует. О нем, конечно, можно дальше много рассказать, но мы перейдем к следующему зданию, называется Гипанкаус. Гиппстэй, и, как бы, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прошу вас обратить внимание на зеркальное здание Об этом уже говорил мой друг Охотник Кто не знает, переходите на канал только плюс Звук тут не записался, к сожалению, который рассказывала Маша Поэтому, ну в общем, я даже не помню, что это за здание По-моему, театр И тут справа башня вот эта Зуб мудрости, так называемый И позже мы на него поднимемся Тут какие-то остатки? А здесь ночной вход, ну может быть это Это старин, да, здесь они оставили остатки средневековых построек А все облепили современностью Опять что-то морет Ну короче, кусочек стен Какой-то нестандартно крупный Так даже на глаз видно Нет, это только ночью здесь можно зайти Ага, сюда только ночью Вот, к сожалению Ну вход с другой стороны Все страшно, пойдем на башню Тут мы видим еще одна стена Очень довольно зеркальная Как вы видите, напротив отражается полностью здание В общем, которое рядышком стоит совершенно Сейчас мы на лифту поднимаемся На 29 этаж Вот так вот Все так просто Но впереди мы видим церковь Святого Петра В которой опять-таки сейчас проходят и музыкальные концерты И концерты, мантр На котором мы недавно были И опять-таки тоже полон масонской символики Если подойти ближе Как пленка как будто натянута Ну честно говоря, мне надо Я думаю, что там сейчас газометр И там тоже проводят всякие выставки Там была выставка Причем ты заходишь внутрь И выставка такая панорамная То есть была там выставка, посвященная Центральнику Словно ты вообще вот на дно моря Напротив тоже купольная такая Крыша купольная Так я думаю, ты это имеешь в виду Не, вот это вот одно вот так вот Здесь правее вот это вот Такое как будто пленка накрыта Да-да-да-да А это вот левее купольная тоже Так это вот, которая есть Это башня Битва народов А золотой купол Его, правда, мало видно отсюда Вот если вот от битвы народов Посмотреть тому куполу Там золотая стрелка И там Это Пошли теперь обратно Там была выставка Вообще город Влядься город выставок И там остался советский павильон И там красная звезда над ним Осталась А вот башня А там русская церковь Справа от этой башни Вот если ты имеешь в виду Вот это имеешь в виду Там русская церковь Которая тоже была построена Вот это вот прямо Вот это оно и есть Да-да-да Перед огромным справа Это русская церковь Которая была открыта Опять-таки По древним чертежам Построена В 1913 году К столетию битвы Потому что очень много русских Больше 22 тысяч И воевало И погибло здесь Ну что, большую башню поедем Ну, дело в том, что Да, надо много времени Почему? Ну, потому что Можно парковаться Где-то за полтора километра И пока ты ее пройдешь И обойдешь Это надо отдельно делать Просто я вам хотела Все показать Вот так И пара километра Не так уж и далеко Нет, не далеко Но дело в том, что Я тебе говорю Она огромная Звук у нас не записался Сейчас попробуем еще раз Вот это вот Крематорий Здесь видно, как крематорий Потому что сверху Смотри, эти решетки Ужас какой Точно выглядит, как крематорий Да Охотнику понравится А это, ты говоришь, церковь, да? Это католическая церковь Которая недавно построена И открыта И якобы из экологического материала По экологическим канонам Представляете? Но по-моему, по экологическим канонам Ее вообще здесь не должно быть Вот это вот церковь, представляете? Католическая Так, а за ней у нас сразу Купольное здание С steht С куполами еще Ну вот это и есть собор Не собор, а Это Февальтовский рождь А вот, смотри, перед ним В здании вот этот идет Старый Иряд это старый Да? В курсе такая Как пирамида Да, да, да Нарисованная Да, да, да Да, да Да, да Ну, крыши иногда Такие башенки Имели право делать Те люди Которые были в городском совете Которые руководили городом Так, это башня Что у нас за башня? Рассказывай по новой Я не помню, сейчас точно не знаю Надо смотреть Я знаю много, но не все А вот здесь, смотри Вот здесь вот это интересно Потому что это улица большая, которая идет в центру города И там ворота, это баварские Называется баварские ворота Баварские площади Потому что здесь Первая железная дорога Была построена вот здесь В Ляпциге Которая была в Баварию, там есть пивной ресторан Рядом И в Ляпциге недавно построили Типа метро Они решили сохранить эти ворота Они взяли их, передвинули Чтобы не сносить И рядом под ним построили метро То есть это было уникальное Тебе придется нам в обратном порядке Все рассказать Вот это вот там вот Залеки около посадок Две башенки Две башенки Там А, это, кстати, тоже интересно Иди сюда Иди сюда Отсюда? Иди сюда Где? В каком месте? Это, иди сюда Сейчас ты покажем Вижу, вижу Я покажу Это первый Первый в Германии Вид спорта На самом деле И вот это здание Скачек Здесь организовали Ипподром Ну, скачки Да, то есть там Мы содержали лошадей И была там большая Такая вот эта площадь Где они Проводили Свои выступления Которых сейчас уже нет Ну, вот места осталось Там красивые Там, опять-таки, места Так, это у нас Церковь Так, здесь у нас Церковь Святого Томаса Который Работал И творил Бах В котором сейчас Опять-таки После некоторых Приключений Находится Его могила Слева Здесь Дом Архив Баха И Там недалеко Находится Такое Кафе Может быть Мы вам покажем Амагабишен Кафебаум В котором Бах Содержал Три лава Где продавали кофе Потому что При том, что Он работал На каждый день На жизнь Ему не хватало У него было Много детей И хотя Девять его Из 16 его Детей погибли В младенческом возрасте Но его Вторую жену Семерых Надо было Кормить И Баху Еще Приходилось Продавать кофе А напротив Банк Напротив Коммерческий Банк Крутое здание Это значит Бахи Где деньги Там хорошие Деньги Опять-таки Связано С торговлей С Россией И так далее Там у нас Купол Выглядывает Какая-то Тоже Здесь у нас Церковь Святого Николая Вот Которая Справа Справа Сейчас я ее Покажу Сначала Ой, не туда Если поближе Подойти Церковь Святого Николая Интересна тем Что это вообще Первая церковь И В ней Находится Оригинальная Органа На котором Играл Сам Бах И она Опять-таки Связана С историей Масонства В школу Николая Ходил Рихард Вагнер Об этом Там тоже Сейчас Рассказывается И эти места Связаны С мирной Революцией Так сказать 1989 Где люди По понедельникам Собирались Протестовали Против Режима Надеялись На лучшую жизнь Тут Поснимать Конечно Я так вижу Сверху Хорошо Очень много Чего Интересного Но К сожалению У нас Как всегда Ограничено Время Может быть Мы когда Сейчас Спустимся Что-то Еще Снимем Хотя Ты узнаешь Так Это у нас Вокзал Да Что там Интересного У нас Это главный Вокзал Города Лептига Считается Одним Из самых Крупных И самых Красивых В Европе Из Вокзалов Закрытого Типа То есть Поезда Не проезжают Насквозь А заезжают И выезжают Обратно Построен Опять-таки Клеменсом Тиме Это Архитектор Масон Который Построил И памятник Битве Народов Что там У нас С этими Сборниками Тоже Все хорошо Да Ну Я понимаю Что сборников Там хватает Ну да Потому что Это Как бы Это единственное Место В городе Где С 13 До 18 Часов Открыты И продуктовые Магазины То есть Это и торговая Точка И Здесь Полно Там полно Ресторанов И Игровые Залы Кроме того Что это Место встреч И разлук Так что Собирают Эмоции Отлично С высоты Конечно Хорошо Смотреть Но Эта Картинка Все Маленькая Давай Наверное Посмотрим Потом Спустимся И что-нибудь Еще Покажем Да Мы Сейчас Пойдем Спустимся 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 Спустим Едем обратно с 29 этажа, а по сути тут еще есть 4 технических этажа, это вот 33 этажа. Вот такие вот пироги, ребята. Тут все прикольно. КОНЕЦ Идем к церкви святого Николая. КОНЕЦ 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 Говорят, он вечером в основном. Колонны по обе стороны, колонны, интересно, с чего вообще забелены, сейчас даже не поймешь. Если мы вперед пройдем, тогда мы сможем снять органы. Не, органы-то мы сможем, а колонны, с какого материала вообще, они здесь забелили их, теперь даже не поймешь. Вот, видно, с главы, вот, смотрите, видно, как они сделаны, и потом они узнают, что. А, вот, туда отвалилось, сейчас, одну тонну тоже сделано, по-моему, сейчас мы заглянем немножко, интересно, походу, это песчаник. Ну, все в этих... Прибежал мужичок, говорит, не, не, видео нельзя, блин, что у них вот с видео проблемы какие-то, непонятно. Смотри, какие камни мощные, или это бетон, или это литье, непонятно. Ну, очень огромные, Меха, ну-ка подойти, будешь метром у меня сегодня. А, так все равно не видно, какой они ширины. Ну, где-то близко к двум метрам вот так вот. А что за материал, я не пойму, вроде как литье какое-то. Литье. И, как бы, частично торговали здесь, и начали торговать этим в Лексике, потом это был центр, как бы, пересечения торговых путей, и главным товаром было пушнина и ткань. И ткани пушнина из России, естественно, но ткани и китайские, и разные другие места. А что за здания? А это Шпексхоф, это двор, мы сейчас вот этот пассаж, мы в него войдем, потому что было правило такое, что торговцы не могли продавать, как бы, приезжать и сразу торговать. И они, приходилось ему ставить такие пассажи, где были и торговые залы, где они складывают своих товаров, которые, естественно, потом со временем переоборудовали. Вот здесь мы видим кафе и книжный магазин, и все, что угодно. И было нельзя, во-вторых, торговать на улице евреям, а во дворах они, как бы, торговать могли. И с этим оно тоже связано. Часы по старинному китайскому рецепту. Итак, он, 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 он реально мастер. И обычно, я бы сказал, что один из десять человек может сделать это первое время. Готово, а не берут нюхер, не берут нюхер. Это не страшно. Да, но не страшно. Не miser, не страшно. в общем я потренировался немножко у меня получилось но совсем немного в общем это нужно тренировочка небольшая допустим с этой чаши у меня дома которая до тренировался до такой степени что там такой высоты чистота получается что на уши начинает прям давить очень интересно здание в принципе как мактебурки да позже очень все все памятник гёте символ ляпцига хиллер ауру баха сейчас мы в него зайдем а где вход вообще вот здесь вход и нас встретит и доктор хауст и мефистофель передом вот название название мефистофель кто доктор фауст идут по краям у нас фото это три ребята что за поножовщина у них просто решили подраться или как за нас там нож это что-то разнимает их или ну просто похоже что вроде между ними стал как нам похоже не повезло закрытый подвал башмаки тут ребятам обтерли по полной близ блестят в общем маша рассказывает что есть воды не было и вот были открыты источник водопровода да и бы вот так брали воду ну-ка миша качник может побежит да качни ну на подержи я качну если ты такой ленивый видишь ты какой сильный мой вода пошла ну короче это после катастрофы может так и было чё тут удивляться ну вот у нас бьет и поближе смотрит в сторону а шагает винный погреб наверно бухнуть любил мужик а это что за здание старая биржа концертный зал сейчас и символ земли саксония наверху здесь синий и желтый ну здесь золотой но в принципе желтые цвета присущие этому дырбу и самым главным произведением гёте считал свое изучение цвета по которому синий цвет он считается самым близким к темным силам к черным и к темным силам а желтый к светлым силам и к добру я поражаюсь как ты все это запоминаешь 1678 год 1678 год но опять да но это официальная история это официальная история которая но мне ни о чем не говорит особо да большая голова мишань подойди к колонне чтобы сориентироваться какой толщины колонны вон кто ко второй вот например вот да потому что я вижу что они такие толстенькие миша у нас тоже до ближе подойдет что он миша у нас тоже не худенький как знаете знаете вот я хожу хожу вот уже час мы тут ходим больше и вижу вот какой город не приедешь примерно все одно и то же в германии поэтому и не очень то хочется как бы посещать другие города это единственное чего я хочу это точно я знаю это но я когда-нибудь все равно туда съезжу это кельнский собор а все остальные они какие-то все однотипные куда вот не приезжаешь у меня такое у меня такое чувство что я сейчас в каком-нибудь кветлинбурге или еще где-то наподобие что-то обратите внимание на огромную фотографию т-34-85 и из из какой не помню ну короче из церковь святого томаса или святого фомы бах тут жил да говоришь хорошо ладно ну здание примерно все одни и те же вот я не знаю сколько где я не побываю но они все прямо однотипные ну вот как сейчас ляпают допустим железобетона а вот в то время вот такие вот ну совсем как бы на бетон железобетонные не похожи очень значительно красивее интересней и так далее тут не только камень тут и железо использовалось вон фигурное какое хотите вот здесь мы видим памятник баху который здесь жил и творил и по высказыванию от одного из его музыкантов современников есть музыканты которые не верят в бога но все верят в баха так у кого так у кого у кого есть идеи зачем подкову за решетку засунуть ну как бы подкова в правильном расположении ну зачем она за решеткой вопрос по финшую по финшую да тут все по финшую явно тут энергетика и вот таких вот каменных каменных сооружений люди сидят дети играют туда целая аллея в одну сторону затем затем она идет другую сторону а ну вот заканчивается здесь уже возвращаемся потихонечку обратно парковочки и наверное стартанем ну то что тут сборников конечно много их показывает довольно сложно ладно человек предоставим это человеку все проделать тому кто тут проживает и заинтересован и шунгита много в общем желание есть человек сделает мы потихоньку поедем обратно тут друзья я добавил немного фотографии вот этой современной католической церкви якобы построенной на экологически чистых материалах я не знаю друзья я вот сверху показывал а потом фотографии еще посмотрел у меня честно говоря другие ассоциации нежели это церковь напишите свое мнение там дальше будут еще зарисовочки а на этом я с вами прощаюсь всем удачи счастья здоровья пока а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok